7 класс, 3 серия. Алгебраические равенства, формулы. Давайте начнем с прямоугольника. Прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы прямые. Противоположные стороны прямоугольника равны и параллельны. И в прямоугольнике та сторона, которая имеет большую длину, если рассматривать две смежные, называется длина, а та, которая имеет меньшую длину, называется ширина. Это измерение прямоугольника – длина и ширина. Если длину обозначить за А, ширину за В, то периметр, сумма длин всех сторон прямоугольника – это две длины и две ширины. То есть надо удвоить сумму А плюс В. Итак, это формула для нахождения периметра прямоугольника. Площадь прямоугольника – это произведение его измерений. Длину надо умножить на ширину. И получается площадь в квадратных единицах длины. Так, квадрат. Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Все углы прямые, все стороны равны. Сумма длин всех сторон квадрата. То есть в квадрате все стороны имеют одну и ту же длину. Например, А. Значит, периметр – это сумма длин всех сторон. Значит, 4 умножить на А. А площадь – это произведение. А умножить на А. Или А в квадрате. Формула четного натурального числа выглядит следующим образом. Любое четное натуральное число можно представить в виде произведения. 2 умножить на Н, где Н – натуральное число. А нечетное число – это число, которое при делении на 2 дает остаток 1 – можно представить вот в таком виде. Вот. 2Н плюс 1. Наименьшее нечетное натуральное число – это единица. Поэтому вот в эту формулу, в этой формуле Н принимает значение 0, 1, 2 и так далее. Т.е. все натуральные числа и 0. Формула пути. Т.е. как найти пройденный путь, зная скорость и время. Скорость надо умножить на время. Так, первая задача. Длина прямоугольника А сантиметров, а ширина В сантиметров. Как изменится периметр, сумма длин всех сторон, если длину увеличить в 5 раз? Так, значит, сначала был прямоугольник с измерениями А, В. Длина А, ширина В. Периметр определяется вот по этой формуле. Затем длину увеличивают в 5 раз. Т.е. А умножить на 5. А ширина остается без изменений. Периметр второго прямоугольника определяется вот таким образом. Это длина плюс ширина. И надо умножить на 2, потому что сумма длин всех сторон. Теперь осталось найти разность. Т.е. этот периметр больше. Из большего надо вычесть меньше. И мы как раз и узнаем, как изменится периметр. Так, раскрываются скобки. Приводятся подобные слагаемые. Подобные слагаемые – это те, которые имеют одинаковую буквенную часть. Здесь плюс 2b, минус 2b. Взаимно уничтожаются эти слагаемые. Их сумма равна нулю. И получается 8а. Значит, периметр увеличится на 8а. Вторая задача. Сумма трех последовательных четных чисел равна числу 102. Найдите большее число. Итак, формула четного числа. 2n, где n натуральное. Следующее четное число будет на 2 больше, потому что четные числа 2, 4, 6, 8. Каждая последующая будет на 2 больше. Если меньшее число четное обозначить за 2n, то то, которое будет следом за ним в ряду четных натуральных чисел, оно будет на 2 больше. А еще следующее – еще на 2 больше. Вот сумма трех последовательных четных натуральных чисел. Значение суммы 102. Так, осталось раскрыть скрупки, привести подобные слагаемые. 6n плюс 6 равняется 102. Значит, 6n – 96. n – 96 разделить на 6 – 16. Вопрос задачи. Найдите большее число. То есть надо найти значение вот этого выражения. 2n плюс 4, если n – 16. Значит, вот сюда надо подставить 16, и получится 36. Ответ в этой задаче – 36. Продолжение следует...